МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начальником управления по делам ГО и ЧС Барнаула Петром Воронковым, первым заместителем главы администрации Центрального района. Здравствуйте, рада вас видеть. Первый вопрос, наверное, все-таки, Владимир Михайлович, вам. Жара немножко спала, но уже к этим выходным, говорят, жара вернется, и народ снова потянется к воде. Но это понятное дело. Приведу несколько цифр. Прошлого года 10 человек утонули, четверых удалось спасти. А все потому, что народ у нас купается там, где запрещено. Сколько у нас таких мест и вообще кто их контролирует? Ну, на территории города Барнаула мы совместно с администрациями районов определили места, опасные для купания. Их у нас насчитывается 25 мест, где традиционно жители города Барнаула и гости нашей столицы приходят на отдых. А 25 это вот, может, какие-то назовем? Ну, конечно. Это, допустим, в центральном районе, это река Обь, речной вокзал прямо окупается. На плитах, да, вот это имеется в виду? Проток реки Обь, так называемый остров Помазкин. Проток реки Обь в микрорайоне Затон. Проток реки Обь, это ковш, место. Ну, в общем, достаточно мест, 25 мест получается. 25 мест. То есть, соответственно, с администрацией районов мы принимаем меры. Ну, первонапер, выставляем там запрещающие знаки. В этом году впервые выставили информационные шлаги, на которых указываем, что за последние три года на территории города Барнаула, на водных объектах, утонуло, погибло 30 человек у нас. То есть информационную работу. Также при наступлении купального сезона мы согласуем графики патрулирования данных мест. Как часто патрулируете? Ну, это практически каждый день. Практически каждый день. Ну, у нас созданы межведомственные рабочие группы. Ну, вот я вам приведу пример. За праздничные дни, которые у нас трехдневные были, было приведено 60 рейдов. 60 рейдов. Это межведомственными рабочими группами. Это выставлялись спасательные посты. Это у нас созданы такие коллективы, как родительский патруль. Это на тех объектах, вблизи которых в школах есть объекты водные. И то есть вот родительские патрули за последние трое суток более 30 рейдов. Это вот которые за праздники, да? Да, это за праздничные дни. То есть за три дня 60 рейдов. То есть мы практически стараемся этих людей без запасных. Естественно, запретить мы не можем, там, подходить к водному объекту, но занимаемся профилактической работой. Ну, каждого за руку дернуть-то не получается, да? Да, невозможно. Профилактической работой объясняем. Объясняем, рассказываем, что купаться нельзя. Ну, допустим, да, все-таки есть патруль, патруль задержал ребенка. Ну, потому что очень частенько родители как-то детей отпускают, подростков они самостоятельно там купаются. Кого накажут и каким может быть это наказание? Ну, наказание выглядит следующим образом. Значит, при задержании ребенка без родителей он доставляется в органы опеки, а задержатся в сотрудники полиции, органы опеки, тот же родительский патруль. И оформляется материал. Первоначально это все выносится на комиссию по делам несовершеннолетних. Ну, первоначально это у нас грозит предупреждение. Во вторный случай уже в соответствии с законом Молотовского края уже идет материальная ответственность. Сколько? До тысячи рублей. Ну, это же совсем маленькая сумма. Закон есть закон, поэтому его никуда не изменишь. До тысячи рублей. Вот такая методика и такой процесс. Ну, будем говорить так, что... Многим вот эту тысячу уже выписали за последнее время. Ну, будем говорить так, это самое решает комиссия. Ну, я вам скажу так, что за прошлый год таких актов было составлено 90. Это много или мало? Ну, будем говорить так, это вполне достаточно. Ну, будем говорить так, что в этом году у нас только есть пять таких актов. Пока еще, слава богу. Ну, будем надеяться, что эти цифры не будут увеличиваться. Родители проникнутся и детей от них бросать не будут. Ну, будем надеяться. Петр, а у вас тоже часто рейды проводятся? Конечно же. Как сказал Илья Михайлович, у нас составлен график рейдов. То есть это полиция, это сотрудники администрации, это добровольная дружина у нас. Соответственно, места у нас также известны. Сколько у вас мест таких? У нас таких на сегодня пять мест. Таких, скажем, где очень часто у нас появляются особенно дети. Соответственно, мы, как уже было сказано, детишек изымаем без взрослых и, соответственно, потом им передаем. Вот, соответственно, рассказываем к ответственности. Ну, и составляются материалы, вносятся на комиссию по делам нестречения. Ну, и тоже получается, если что, вдруг тысяча рублей с человеком. Совершенно верно. Ну, и Владимир Михайлович, давайте тогда еще немножечко. Вдруг у нас кто-то забыл. И дети, и родители. Напомним им о правилах поведения на водоеме. Чего не стоит делать, когда ты там находишься? Ну, во-первых, понятно, это все общедоступные информации. Будем говорить так, если зайти на сайт администрации, города, у нас есть там «Безопасность на воде» страничка, на котором есть все материалы, все листовки к тому, что эту информацию можно всегда подчеркнуть на сайте города. Но основное – это запрещается купаться в местах, где выставлены вот данные аншлаги. При поведении на воде нельзя заплывать за буйки, обозначающие границы мест купания. Подплывать к моторным лодкам, парусным судам, везельным лодкам и другим плавательным средствам. Приготовить воду с катеров, там, с пирсов, ну, в местах не специально для этого оборудованных. Ну, так же. Ну, это вот получается и даже ведь на водоеме, на котором можно купаться. Да, да, да. Те же самые, собственно, правила поведения. Я уже понимаю, что у нас все жители добросовеста, они не купаются в местах, отведенных для этого. Поэтому я напоминаю правила поведения, которые… Ну, и самое главное – это распивать спиртные напитки. Ну, по законам запрещено распить спиртные напитки в общественных местах, но у нас все наши беды, практически 80% гибели – это гибнут люди, которые употребляют спиртные напитки. Да, если они еще нажарились, выпили, зашли в холодненькую водичку, и тут вот им может стать ухом. К сожалению, в этом году у нас уже была одна гибель на воде. Нетрезвого, да? Да, нетрезвого человека. Просто в жару, когда стояла жара в 36-37 градусов, люди отдыхали в неположенном месте, а температура была 14 градусов, нырнул, и просто человека нет. Нашли через 2 суток. Ну, перейдем к другой теме. Ну, немножечко такой более, скажем так, позитивной, но, тем не менее, у нас барнаульцы говорят, ну, вот городской пляж пока не открыт, да, он у нас подтоплен, и, в принципе-то, мест для купания, получается, в городе нет. Сколько у нас вообще открытых водоемов, специально оборудованных, да, с лежаками, проверенным дном, спасателями? Каким образом обеспечивается безопасность отдыхающих? Начнем снова с вас, Владимир Михайлович, потом уже подключитесь, Петр. Ну, будем так, в этом году работа была проведена, и мы определили 15 мест отдыха, воды, вместимостью более 9,5 тысяч человек. А в частности, это 8 пляжей, 8 пляжей, вместимостью 8 пляжей. Ну, будем говорить так, первый пляж, и основной, это городской пляж, к сожалению, в настоящее время из-за палатки, встанутки закрыт. Ну, мы уже сказали, да. Это второй, это водный мир. Он тоже, наверное, не открыт еще. Нет, он и функционирует. Ну, естественно, с небольшими ограничениями, тоже прибрежная зона подтоплена, но он функционирует. Это у нас озеро Пионерское, в поселке Баврово-Заимка. Это у нас озеро Варежка, это на Южном. Это у нас Планета Ку, там же в Барзовой-Заимке. Ну, в ту сторону, да, центральный район, все ваше, я так понимаю. Также комплекс бассейнов-пляж в парке имени Алексея Смертина, там занимается Огарда. Парк отель Чайка, Чайка, Барзовая-Заимка. Парк отель Лесные Дали. Ну, вот уже, по-моему, мы где-то приблизились, да? Да, да, и крыша Малая Лонская, также в центральном районе. Это те организации, которые себя позиционируют как пляж. Чтобы работать как пляж, они подают заявку и декларацию в МЧС России, ГИМС, Главный инспектор маломережных судов, Государственного министерства, и они себя позиционируют как пляжи. Ну, и семь открытых бассейнов, которые функционируют как бассейны. Ну, не будем мы, мы немножко попозже к ним перейдем. Петр, давайте тогда к вам, наверное. Ну, каким образом обеспечивается безопасность, да, вот в тех же местах, которые у нас в центральном районе находятся? Как организован там контроль за качеством воды, песка, продуктов, напитков? Ну, давайте, наверное, поговорим о самом распространенном месте. Это у нас городской муниципальный пляж, да, на острове Помаскин. Вот, администрация района, ну, для, в первую очередь, был заключен муниципальный контракт на содержание пляжа, да, в купальный сезон. Вот, соответственно, в рамках этого контракта была осуществлена очистка берега. Вот, соответственно, у нас за зиму там и какой-то мусор появляется, и деревья, ветки, то есть это был полностью очищенный берег. Вот, соответственно, там был выставлен спасательный пункт, были выставлены у нас контейнеры для сбора мусора, вот, соответственно, были проведены, обучены у нас спасатели, которые также в рамках контракта обязан подрядчик там выставлять, и они обязаны следить за безопасностью на воде. Там у нас три спасателя будут. Вот, один непосредственно на посту, и два у непосредственно воды. Вот, выставлены у нас бойки, бойки, прошу прощения, для безопасного места пребывания именно в воде. Там две зоны у нас, это детская зона и, соответственно, взрослая. Ну, то есть детям за одни бойки предупреждают, да, куда дальше заплывать нельзя. Совершенно верно, да. Как раз-таки за бойки и даже взрослым сразу предупреждение о запрете туда заплыва. Вот, соответственно, все разрешительные документы у нас на сегодня получены. Анализы были взяты и воды, пробы воды были взяты с самой реки и с источника, который у нас там есть, также для того, чтобы можно было омыться, ножки помыть или так умыться. Вот, соответственно, у нас все анализы отошли. Кроме того, было проверено у нас акватория дна водолазами, то есть акватория дна у нас также безопасна. Главное теперь дождаться, когда у нас спадет вода. Ладно, это мы тоже немножечко попозже так заинтригуем людей, когда, может быть, все-таки пляж откроется. Но у нас вот мы уже назвали несколько бассейнов, да, там на свежем воздухе есть, не будем их все перечислять. Какие вот там правила купания и кто и что контролирует вот в таких местах? Ну, немножко здесь нужно разделить пляж и бассейн. Пляж – это понятие, он функционирует как полноправный объект. В соответствии с законом они должны содержать там спасательные посты. Проходят обучения матросы спасательные, у них должно быть специальное оборудование, лодка, наблюдательная вышка. Те организации, которые у нас позиционируют тебя как пляжи, эти все мероприятия выполнены. Бассейн, он функционирует в соответствии с национальным стандартом ГОСТа. Спасательных постов у них как таковых нет, но у них обязан быть инструктор, должны быть средства спасения, 4-5 круга спасательных, багры, водные носилки для перемещения пострадавших на воде, ну и, соответственно, средства связи для вызова оперативных служб. А кто контролирует их? Ну, контролирует пляжи ГИМС, а бассейны, бассейны, ну, это объект экономики, в случае нарушения можно подать жалобу, и Роспотребнадзор проведет проверку данного по некачественному оказанию услуг населения. В общем, все равно в любом случае контролирует. Везде есть контроль. Ну, у нас еще народ, да, чаще всего дети любят купаться в жару в фонтанах. В фонтанах у нас тоже в городе достаточно, и даже пруд в изумрудном они уже там выбрали для купания. Можно ли вообще купаться в фонтанах? Есть какое-то наказание за купание в общественных местах? Кто расскажет? Ну, на самом деле в фонтанах купаться у нас нельзя. Во-первых, это объект у нас благоустройства. Вот, соответственно, в нем никогда не берутся пробы воды, не проводятся. То есть первое, что это вода там, небезопасность. То есть нужно понимать и детям о том, что можно, к сожалению, что-то там какую-то палочку подхватить инфекцию, конечно же. Дальше мы идем. Что такое фонтан? Фонтан – это система, которая подает воду. То есть у нас, как правило, там идет система труп. И порой она бывает полуоткрытым способом. Соответственно, заходя туда, в фонтан, можно подскользнуться и, соответственно, получить травму об эту систему труп. Поэтому это, во-первых, безопасность. И пребывать, и купаться там нельзя. Конечно, жарко, но здесь нужно именно родителям также говорить о том, что купаться там запрещено. А штрафовать могут, если вот тоже там задерживают, где-то в фонтане ребенка вытащат? Ну, к сожалению, нет. Мы только можем оттуда, опять же, изъять, провести разъяснительную беседу. И передать родителям. Да, передать родителям. Также проводим рейды с полицией, с ДНД. Что все-таки выбрать, какое место для отдыха? Вот что советуете горожанам? Вот все-таки жара приближается снова. Посещать только те места, где разрешено купание. Вот там безопасно, там безопасно. Там есть спасатели, там могут оказать первую медицинскую помощь. И это будет все сделано оперативно. А сами понимаете, когда человеку стало плохо или начал тонуть, это первые минуты спасения и оказания помощи. Это самое главное для жизни наших людей, наших горожан. Поэтому только те места, которые получили разрешение на проведение данных работ. Петр, ну и когда пляж у нас городской-то откроется? В ближайшее время есть надежда? Городской пляж мы обязательно с вами откроем. Но осталось дождаться только улучшения нашей поводкой ситуации. Об открытии пляжа мы обязательно дополнительно проинформируем жителей на нашем официальном сайте района. Но пока какой-то конкретной даты не можем дать. Пока, к сожалению, мы не можем дать конкретной даты. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня мы говорили о безопасности на воде.